В этом видеоролике мы с вами решим механическую задачу с элементами электростатики. Подойдет это одиннадцатиклассникам в первую очередь, но на самом деле учащимся 10 класса, но правда только с второго полугодия, когда уже в школе начнут изучать электростатику. Фактически видео сделано под манер именно ЕГЭшной тематики, то есть в рамках подготовки к ЕГЭ по физике, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы было интересно всем остальным, в частности тем, кто может быть готовится к Олимпиадам по физике. Мы не просто напишем какое-то там решение, да, ответ, нет. Мы его покачаем, проанализируем и попробуем выстроить логику. Сделаем все честно, подробно и, что самое главное, в самом конце решения мы с вами сделаем акцент на том, как надо оформлять. Что обязательно нужно делать, чтобы потом на ЕГЭ попадать вам эта задача? Вы сделали все на максимальный балл. Ну вот, это правильно всегда делать, и мы с вами это сделаем. Ладно, давайте переходить к условиям. Так оно выглядит. Маленький шарик, массой маленькая с зарядом Q маленькая равная 5 нанокулон, подвешенный к потолку на легкой шелковой нитке длиной L равной 0,8 метра, находится в горизонтальном однородном электростатическом поле с известным модулем напряженности поля. Это вот Е равное 6 на 10 в пятый вольт на метр. Сам рисунок, это вот посмотрите на рисунок, да, вот здесь я его себе заранее подготовил. Шарик отпускают с нулевой начальной скоростью из положения, в котором нить вертикальна. Ну, здесь это пунктиром условия отмечено, но у меня тоже понятно. В момент, да, то есть вот время прошло, в момент, когда нить образует с вертикали угол, соответственно, 30 градусов, модуль скорости шарика V составляет 0,9 метра в секунду. Вопрос. Как направлена эта скорость? Ну, вот пройдите опрос, я думаю, будет интересно посмотреть, ну и к этому, конечно, потом вернемся. То есть как направлен вектор скорости шарика в конце вот здесь? Итак, нужно определить массу шарика M. Сопротивлением воздуха здесь можно пренебречь. Не представляете, как много информации скрыта в условии задачи. То есть эту информацию нужно всю постараться извлечь из этого условия. Сразу же отмечу вектор напряженности Е, я забыл его отметить, электрического поля, которое здесь создано. Ну и отметим первый же факт. У вас в условии идет речь о двух положениях. О начальном и конечном. То есть есть процесс, в ходе которого этот шарик двигается. А вот для описания процесса всегда разумно выделять какое-то промежуточное положение шарика и именно в нем указывать те силы, которые на него будут действовать. Ну, в механике это обычно так и делается. Ну, по-хорошему, надо было здесь отметить промежуточное положение какое-то между начальным и конечным. Да, но я боюсь загромоздить этот рисунок, я это просто сделал отдельно. Вы заметили, что в условии задачи нам сказали, как меняется скорость в ходе этого процесса? Ее не было вначале, а потом она появилась и стала равной v. Какие вот законы или формулы физики в механике описывают изменения скорости? Ну, какие? Это либо кинематика и кинематические формулы, так? Либо энергетические, там законы сохранения или изменения энергии, так? Какой путь выберем мы? Ну, кинематика у нас в рамках школы все довольно ограничено. Мы хорошо умеем описывать кинематику прямолинейного движения, но у нас-то движение по кривой, а с королинейным движением здесь мы хорошо понимаем только движение по окружности и то равномерное. Разве здесь движение равномерное? Скоро же менялось. Ну, то есть, кинематикой, кажется, здесь будет затык. Все будет осложняться суровой математикой и вряд ли тут получится что-то сделать. Не очень понятно, чем пользоваться. Ускорение, скажете, постоянное? Нет, никоим образом. Оно тут будет как-то по-хитрому меняться, и мы еще это с вами посмотрим чуть позже, там, и по направлению, и по величине. Кинематика не выход, а выходит, двигаться надо через энергии. И чуть позже мы еще отметим, будет еще один сигнал в пользу как раз-таки энергетического подхода. Конечно, вот в условии задачи сейчас нигде не написано, что нить является нерастяжимой. Но этого нет здесь нигде. Но это все-таки предполагается, потому что в противном случае мы просто это никак бы не сделали. Нить нерастяжима. Это надо вот самому, как бы, до этого догадаться. Ну, а как по-другому? А это говорит о том, что расстояние от нашего шарика до точки подвеса неподвижной, вот это расстояние, оно не меняется. Оно всегда будет равняться длине нити и будет оставаться неизменным. А значит, двигаемся мы по части окружности. Значит, скорость, которая всегда направлена по касательной к траектории будет направлена по касательной к окружности. В частности, выходит сам конс… Помните, да? Вот опрос был? Скорость будет направлена по касательной к окружности. Вот эта скорость в F в конце. А значит, перпендикулярно радиусу. То есть, вот таким вот образом по касательной к окружности. Но это сразу надо было здесь отметить, и мы это с вами сделали. На самом деле, она так была направлена везде и скорость шарика всегда перпендикулярна нити. Мы знаем, что со стороны нити на шарик действует сила натяжения. Ее обозначает буковка Т, она всегда направлена по нити от тела. Ну а скорость шарика у нас с вами всегда перпендикулярна нити. Получается, сила натяжения нити всегда будет перпендикулярна скорость. Мощность этой силы будет равна нулю. Эта сила не будет совершать работы, потому что угол между скоростью и силой 90 градусов, косинус 90 – ноль. Это очень важный момент, на самом деле, на основании которого здесь и будет строиться решение. Но опять в пользу энергии. Зачем в условии задачи сказано о том, что нить является лёгкой? Зачем? Ну вот лучше всего здесь рассуждать от противного. Предположим, она нелёгкая, то есть она обладает массой. Что тогда будет в процессе движения? Ну, просто логически, наверное, нить начнёт провисать. Но тогда траектория движения уже перестанет быть окружностью. А значит, вектор скорости шарик уже будет образовывать не прямой угол с нитью, а значит, силу натяжения начнёт совершать работу. И что в такой ситуации делать, не очень понятно. Это уже олимпиадная, сложная ситуация. Ну, если забегать вот-вот к этому, да, там выход один надо будет рассматривать, вероятно, шарик вместе с нитью. И то не очень понятно, какую форму будет принимать нить. Как считать энергию этой нити? Был бы там это стержень? Было бы, конечно, проще. Короче, всё будет непросто. Поэтому нам сказано, что нить у нас лёгкая, т.е. она не прогибается, траектория однозначно будет именно часть окружности и силу натяжения работы не совершает. Была бы нелёгкая, силу натяжения совершала бы работу. Посмотрите, зачем сказано, что шарик является маленьким? Зачем? Ну, т.е. его геометрическими размерами можно пренебречь и считать, что он именно в одной точке. А это для того, чтобы вот этот вот заряд можно было считать точечным. А это для чего? А это вот. По определению напряженности, сила, действующая со стороны электрического поля, будет равняться произведению напряженности на заряд. Только если этот заряд точечный. Т.е. маленький шарик, для того, чтобы его можно было считать точечным, для того, чтобы можно было написать соотношение, что та сила, что действует со стороны вот этого электрического нашего поля, на наш заряд, это есть произведение напряженности поля на Q. маленькая. То есть, эта мысль верно, только есть заряд точечный... На самом деле это можно обобщить и на случай, если он будет вот неточечным, а он будет каким-то протяженным, arz называемым, по этому объему будет размазан. Но эта форма же будет верна, только если поле однородное «e» неизменна. У нас одно, конечно, однородное, но тем не менее... То есть это можно обобщить в однородном поле, эта формула будет по-прежнему справедливой для случая, когда заряд неточечный, но в общем случае это верно, когда заряд точечный. И вот формально вот это слово сразу же нас наводит на мысль, что ну вот надо это сразу здесь написать. Вот заряд у нас положительный, а значит сил будет смотреть туда же, куда электрическое поль, то есть влево можно рисовать вектор силы, действующий со стороны электрического поля на наш, соответственно, зарядик. Вот это F электрический вектор. Отлично. В условии сказано, что электрическое поль является однородным. А это что значит? Что значит однородное поле? Это значит, что силовая его характеристика в любой точке будет одна и та же. Это вектор E. То есть в любой точке вектор напряженности будет одним и тем же. Силовые линии параллельны. И модуль напряженности принимает одинаковое значение. Напряженность не меняется ни по величине, ни по значению. Вот что значит однородность. Не знаю, может быть вам не бросилось в глаза, да, но вот мне уши сразу резала шелковая нить. Шелковая. Зачем дан шелк? Шелк что? Это проводник? Диэлектрик? Второе. Да, это диэлектрик. Шелк не проводит электрический ток. То есть заряд этого шарика не будет меняться. Он не будет утекать по вот этой нити. То есть он будет оставаться неизменным. Сам заряд он как бы изолирован. А если заряд у нас остается неизменным, напряженность поля уже пояснили, поле однородное остается неизменным. Получается, что эта сила будет в любом положении принимать одно и то же. Значит, это постоянная сила. Ну, собственно, в этом суть. Нам дано не просто электрическое поле, а электростатическое. Это что значит? Это значит, что оно создается неподвижными электрическими зарядами. И что с того? Оказывается, это поле является потенциальным. То есть обладает неким особым свойством, которое заключается в том, что работа вот этой силы, с которой поле воздействовать будет на наш заряженный шарик, она не зависит от той траектории, по которой движется этот шарик, а определяется только начальным и конечным положениями. Это и называется потенциальностью. Электростатическое поле потенциально. И что же это дает? Оказывается, это дает то, что работу вот этой силы можно считать не только по определению, а проще с помощью потенциальных энергий или понятия электрического потенциала. То есть, если нам нужно будет записать работу, которую будет совершать эта сила, давайте мы это сразу же здесь отметим. Ее можно будет считать, работу этой силы, как начальная потенциальная энергия, P начальная электрическая минус конечная потенциальная энергия. Ну, я здесь P русское обозначаю просто по привычке. Если кто-то привык E, P писать, пишите так. Как выражается потенциальная энергия для вот такой потенциальной силы? Чуть позже обсудим. На картинке к условию был отмечен вектор ускорения свободного падения G. Кстати, в ЕГЭ это всегда 10 метров на секунду в квадрате. Это ускорение свободного падения. Для чего? В чем суть? Ну, просто показать, что здесь гравитационная сила действует притяжение к Земле. То есть, наш шарик будет испытывать действие силы тяжести. Но она будет направлена всегда туда же, куда и G. То есть, всегда вертикально вниз. Ну, и, конечно же, ее здесь было бы неплохо указать. То есть, у нас будет действовать здесь силу тяжести. Также еще M, G. Вот. Ну, естественно, наличие G говорит о том, что не забудь силу тяжести. В условии сказано, что силы сопротивления надо пренебречь. Ну, формально это говорит о том, что вот три силы действуют, других сил нет. Все. Вот сумма этих сил в каждый момент времени по второму закону Ньютона будет обуславливать ускорение этого шарика. Но как оно будет себя вести? Конечно, силы тяжести у нас неизменны всегда вертикально вниз. Силы электрические неизменны всегда горизонтально влево. Но вот сила натяжения-то, она поворачивается. Ну, в общем, случай по величине будет меняться. А значит, и ускорение будет переменным. Оно будет здесь даже направление менять. Не надо думать, что оно будет направлено к точке О, к центру окружности. Это не так. Здесь у вас неравномерное движение. Это принципиальный момент. Мы не будем, наверное, анализировать, что как здесь с ускорением происходит. Ну, тут никто про это, во-первых, не спрашивает нас. А во-вторых, захотим мы, если где-то выразить ускорение, надо знать силу натяжения в этом положении. Мы ее не знаем. Ну, то есть, это тупиковый путь. Именно поэтому ускорение я здесь даже показывать не буду. В этом нет никакого смысла. Заметили, да? В условии был дан угол 30 градусов. Ну, на самом деле, это уже свидетельствует о том, что будут появляться синус альфа и косинус альфа в решении. Ну, это же альф 30, а синус-косинус 30 и хорошее значение принимают. Мы их знаем. То есть, нужно быть готовым к тому, что будут эти трагентрические функции. Этот факт в условии говорит именно об этом. Ну, какой можно сделать вывод, да? Что нам в условии, на самом деле, об намекались на предмет того, что, коллега, давай действуй через энергии, через работу. Все об этом говорит. Мало того, что нам говорили о том, что в этом процессе скорость меняется от нуля до В, да, мы уже об этом говорили. Так еще и мы знаем, что поле электростатическое, то есть, оно потенциально, то есть, вот, работа, энергия, через энергии надо двигаться. Автор об намекался. Ну, видите, как много всего, на самом деле, мы получили из условия. А вот знали ли вы все, перед тем, как я обратил ваше внимание на то, что вот из условия можно извлечь, вот все вот эти факты, они вот, как сейчас у всех были структурированы? Ну, пройдите опрос, вот, знали, не знали, будет интересно посмотреть. Приступаем к решению и сразу же давайте выделим основную суть. Нужно рассмотреть закон, который поможет нам, как раз-таки, показать, как менялась скорость. Ну, тут можно по-разному действовать. Законов много. Вот, если говорить про ЕГЭ по физике, есть особый документ, называют его кодификатор ЕГЭ, там все эти законы указаны. Ну, собственно, они есть и в любом учебнике по физике. Мы, пожалуй, выделим самое основное из них, а потом скажем, как можно еще. Тут разные есть, конечно же, пути. Давайте рассмотрим закон об изменении или теорема об изменении кинетической энергии. О чем она говорит? Она говорит о том, что работа всех сил, что воздействует на наше тело, равна разности его кинетических энергий. Именно кинетических. Итак, по закону, можно теореме, неважно, да, то есть, что вы здесь вот выберете, об изменении. Кинетическая энергия, работа всех сил, значит, это работа сил со стороны электрического поля вот этой, плюс работа сил натяжения нити, плюс работа силы тяжести, а тяжести напишем, это разность кинетических энергий. МВ в квадрате пополам конечная, минус нулевая начальная. Ну, то есть, просто 1,2 МВ в квадрате. Ну, мы уже говорили о том, что сила натяжения у нас всегда перпендикулярна скорости, а значит, сила натяжения совершает работу. Ну, мы должны показать знание этого факта, мы же с вами это озвучили только устно. То есть, мы должны сказать прямо вот отдельно, что работа силы натяжения равна нулю, так как сила натяжения перпендикулярна скорости. Но я, конечно, напишу, наверное, вот таким образом, скорости со значком вектора, да? Не буду писать В, почему? Ну, В все-таки это конечное значение скорости, а у нас в любой момент так было. Поэтому лучше так, хотя можно, в принципе, и В. Хорошо. И все сводится к тому, чтобы посчитать работы остальных сил. То есть, наша цель – посчитать эти работы. И вот тут могут быть разные способы. Начнем мы, пожалуй, с такого самого прямого, может быть, и не самого рационального по определениям. А потом воспользуемся тем, что силу со стороны электрического поля, электростатического, она является потенциальной. Работа можно посчитать и не по определению, а через потенциальные энергии. Ну, а также тем, что, на самом деле, силу тяжести – это сила тоже потенциальная. Ее работу тоже можно через потенциальные энергии посчитать. Сначала давайте по определению первый путь выберем. Ну, начнем, наверное, с работы силы со стороны электрического поля. Ну, сила постоянная у нас в любой момент, поэтому тут можно смело будет по определению. Это есть не что иное, как произведение силы на величину перемещения, модуль вектора перемещения, и на косинус угла, допустим, β, между этой силой и перемещением. То есть, было бы неплохо сейчас взять и как-то показать вектор перемещения. Это вектор, соединяющий начало и конец движения. Вот он, вектор S, пусть у нас будет. Давайте сразу же здесь его вот так отметим. Ну, сила у нас направлена горизонтально, то есть угол β – это угол между горизонталью и перемещением. Вот он, α, он, естественно, не обязан равняться. Ну, замечательно, с этим надо что-то делать. И я думаю, что нужно S косинус β представлять в что-то более здесь удобное. Давайте так поступим. Перпендикуляр вот так опустим и договоримся об обозначениях. Давайте считать, что за все время нашего процесса мы с вами переместились по горизонтали на расстояние d маленькое, а по вертикали поднялись на высоту h. На самом деле, можно их сразу выразить через α и L, длину нити. Если мы двигаемся по окружности, это радиусы, то есть это все L. А вот это L косинус α из этого прямоугольного треугольника. Вот L косинус α, вот это, это L. Значит, h какое? L минус L косинус α. Я бы сразу здесь это написал. Итак, h – это L минус L косинус α. Так, теперь с D разберемся. Но это, видимо, по определению синуса. Гептенузу на синус угла даст противолежащий катет. То есть L синус α есть D. Давайте сразу здесь это укажем. Это, конечно, надо уметь делать быстро. С этим надо практиковаться. Ну и вот давайте теперь подумаем, что такое S косинус β. Ну, мы на самом деле же здесь можем попробовать вот так опустить перпендикуляр. Вот этот горизонт аккуратно продолжить. Тут будет прямой угол тогда. S косинус β – это вот это расстояние. Так как это прямоугольник, формально это D. S косинус β – это D. Можно по-другому. Вот вам угол, как накрест лежащий, тоже β. S косинус β – D дает. Ну, короче, вот это надо менять на D. На D. Получается, F электрическая. Ну, по модуле – это EQ. EQ. Ну и D. EQ – D. Вот ваша работа. Она положительная. В принципе, это понятно, потому что по направлению поля положительный заряд смещается. Выражена работа по определению. Замечательно. Работу силы тяжести теперь давайте будем выражать. Тоже, может быть, не самым разумным путем. По определению попробуем работу силы тяжести. Итак, силы тоже тут постоянные. То есть можно по определению. Это произведение силы на перемещение и на косинус угла между силой и перемещением. Но каков этот угол? Ну, МЖЖ вниз направлено. Тут прямой угол выходит между горизонтом и вертикалью. То есть угол между силой и тяжестью и вектором S – это β плюс 90. То есть вот β плюс 90. Ну, видимо, его здесь указать и можно. 90 градусов плюс β. По формулам приведения, косинус 90 плюс β – это минус синус β. Мы будем с вами получать минус тогда МЖС синус β. Что такое S синус β? Ну, давайте опять из этого прямоугольного треугольника. S синус β – это H из геометрии. Можно заменить. И так выходит минус МЖЖ – работа силы тяжести. В том, что она отрицательная, кстати, ничего удивительного нет. Вы же против тяжести вверх поднимаетесь. Тогда силы тяжести всегда отрицательную работу совершают. Все, готово. Можно дальше подставлять вот это D, H, подставлять все сюда, и все будет хорошо. И мы уже будем близки. Формально можно считать, мы решили задачу. Но как можно еще посчитать эти работы? Хотелось бы сразу это отметить. Силы эти потенциальные можно через потенциальные энергии. Ну, давайте отдельно по скриптам сразу же про это скажем. Можно так, либо вот как сейчас здесь напишем. Ну, проще всего силы тяжести сначала разобраться. Итак, работа силы тяжести может быть также найдена, как начальная потенциальная энергия. Силы, соответственно, тяжести минус конечная потенциальная энергия силы тяжести. Ну, она считается по формуле МЖЖ, но мы где-то должны выбирать 0 потенциальной энергии. Физический смысл есть только у разности. Просто потенциальная энергия, она может быть в конкретном положении определена, только если мы где-то выберем 0 потенциальной энергии, точку отсчета. Выбрать мы можем где угодно. Ну, предположим, вот здесь, на этом уровне, потенциальная энергия силы тяжести равняется 0. Тогда вначале ее нет, мы в 0. А потом, когда мы поднялись на высоту h, вот здесь она стала плюс mgh. Была 0, стала mgh. То есть 0 минус mgh, ответ минус mgh. mgh – это та формула, как раз, по которой мы определяем потенциальную энергию. Если там выше с плюсом, ниже с минусом 0 потенциальной энергии. Как же быть с работой стороны электрического поля? Ну, формула уже была записана, но давайте с ней все-таки поработаем. Потенциальная энергия в электростатическом поле выражается как произведение заряда на потенциал поля, в той точке, где этот заряд находится. Потенциал буковкой φ обозначается. Формально работа есть. Начальный потенциал, потенциал начальной точки, минус, конечный потенциал. Умножить на тот заряд, что перемещается. Не по модулю, с учетом знака. А вот что делать с этой разностью потенциалов? Тут φ начальный потенциал поля, тут φ конечный. Что делать с ней? Ну, вот здесь есть соответствующие знания на предмет однородного поля. Оказывается, в однородном поле разность потенциалов равна произведению напряженности по модулю Е на расстояние вдоль силовых линий между этими двумя точками. А это D маленькое как раз и будет. Да, то есть вот если есть поле, разность потенциалов – это всегда напряженность на расстояние D вдоль силовых линий, именно, то есть это S косинус бета, именно на D. Можно это будет смело заменить на ED, и мы опять получаем то же самое. Ну, то есть нужно просто знать соответствующее соотношение для разности потенциалов и связи ее с модулем напряженности. Ну, можно это выводить, это тема отдельная, да, но я просто показал, что можно и по-другому было посчитать эту работу, и результат будет, на самом деле, ровно тот же самый. Неважно, какой путь вы выберете здесь. Вот он, результат. Замечательно. Это наш ответ в общем виде. Вот. Ну, конечно, один лишь, всего лишь закон пришлось здесь использовать, чтобы это получить, но тем не менее. Ну, как можно было действовать еще? Какой еще есть вариант? Можно было просто использовать не этот закон, а какой-нибудь другой закон. Ну, то есть, давайте опять вот это как лирическое отступление по скриптам, скажем. Помимо закона об изменении кинетической энергии, есть еще и вариации этого закона с механической энергией, где под механической энергией понимается сумма кинетической энергии потенциальных, вот, для потенциальных сил. Ну, вот, если у нас работа непотенциальных сил, воздействующих на наше тело, равна нулю, то тогда механическая энергия будет сохраняться. Ну, конечно, говорить о том, что сила натяжения, тут сила непотенциальная, может быть, не очень хорошо, потому что это сила пругости при малых деформациях, но ее фиг выразишь, так что давайте ее отнесем к таким. Может быть, это не очень хорошо будет. Работа сила натяжения равна нулю. Ненулевые работы совершают только потенциальные силы, тяжести и сила электрическая. А значит, будет выполняться закон сохранения механической энергии. То есть суммы кинетической потенциальных энергий шарика в начале и в конце будут равны. И, в принципе, можно было вместо этого закона, вот пункт 2, как можно было бы поменять, действовать по-другому. По закону сохранения механической энергии. И это бы тоже все зачли, конечно же. По закону сохранения механической энергии. Ну, давайте мы его просто в общем виде напишем. Итак, кинетическая энергия вначале отсутствует. Вот потенциальная энергия силы тяжести, давайте считать, здесь равна нулю, то есть тоже отсутствует. А потенциальная энергия для силы со стороны электростатического поля – это φ начальное на Q. То есть 0 плюс 0 плюс φ начальное на Q. Так считается потенциальная энергия для силы со стороны электрического поля. Это есть кинетическая в конце МВ в квадрате пополам. Потенциальная силы тяжести в конце МЖХ. Можно сразу же здесь это добавить. И потенциальная для силы электростатической – это φ конечное на Q. Замечательно. Но обратите внимание, что это вообще был бы самый простой, наверное, здесь вариант, да? То есть мы бы сразу тогда бы расписали здесь фи начальное минус фи конечное, как ED, просто перенесите вот это вот туда, там Q вынесите, замените разность потенциалов на ED, и опять будет DH, который мы отсюда подставим, и мы в итоге все равно получим то же самое соотношение. Откуда сразу получим ответ? Прелесть такого варианта в том, что не надо морочиться с работами. То есть они тут уже в виде разности потенциальных энергий фигурируют. Так тоже можно делать, то есть вот еще один путь, да? Ну хорошо, наша цель теперь посчитать, провести численный расчет и сделать все-таки выводы, акцентировать внимание на оформлении. Я не стал вас томить арифметикой, вот он числовой расчет, тем не менее давайте все проговорим. Значит, nano-кулон это 10 минус 9, тут надо все переводить в систему C, в рамках ЕГЭ так принято. Значит, синус 30 – это 0,5, косинус 30 – это корень из трех пополам. Ну, надо это посчитать. Ну, конечно, тут надо брать калькулятор и это и делать, но, в принципе, можно оценить и без него. Вдруг батарейка сядет, сломается, надо это всегда отрабатывать, это очень хороший тренинг. Давайте вместе попробуем. Значит, во-первых, 10 в пятый на 10 минус 9 дает 10 минус 4 сразу же. То есть вот 10 минус 4 фигурирует. Далее, 2 умножить на 0,5 – это единица. 5 умножить на 0,8 – это 4, 4 умножить на 6 – это 24. То есть, фактически, в числителе у нас с вами будет находиться 24 на 10 в минус 4 степени. Что же в знаменателе? 0,9 в квадрате – это где-то 0,81. Можно сразу же это написать. Далее, корень из 3. Надо приблизительно знать, что это 1,73. Пополам, если это 0,87 приблизительно, если округлять. 1 минус 0,87 – это 0,13. Можно сразу же это здесь написать. Далее, здесь 2 на 0,8 – 1,6, на 10 – 16. 16 надо умножить на 0,13, не проблема. 16 умножить на 0,13, можно разделить на 10 и умножить на 10. Это все равно, что 1,3 умножить на 1,6. А 1,6 – это 2 минус 0,4. То есть, это 1,3 умножить на 2 минус 0,4. Мне кажется, просто так будет проще. Ну хорошо, 1,3 на 2 – это 2,6, минус 1,3 на 0,4 – это 0,52. То есть, получается здесь 2,08. То есть, получается, что мы должны 2,08 сложить 0,81 и получится знаменатель. Это будет 2,89. 2,89… Ну, фактически, приблизительно 3. 24 на 3 дает 8. Собственно, вот он ваш результат. То есть, можно и, в принципе, без всякого калькулятора здесь обойтись. Далее. Вообще, очень неплохо применять проверку по единицам измерения. Ну, конечно, когда времени нет, это делать не всегда успеваешь. Но, тем не менее, почему бы не попробовать. Так, ну, смотрите. По единицам измерения. Метр, метр уходит. Вольт на кулон – это как разность потенциалов умножить на заряд. Эта работа – это джоули. То есть, в числителе находится джоули. Что такое джоуль? Это работа. То есть, формально сила на перемещение. То есть, ньютон умножить на метр. Что такое ньютон? Ньютон по второму закону ньютона, как бы ма, то есть, килограмм умножить на метр делить на секунду в квадрате. Можно так и написать. Килограмм масса умножить на метр делить на секунду в квадрате ускорения умножить на метр. Ага. То есть, числитель получается килограмм умножить на метр квадратный делить на секунду в квадрате. Хорошо. Что в знаменателе? В знаменателе, если внимательно посмотреть, метр квадратный делить на секунду в квадрате. То есть, он уйдет и останутся килограммы. Все сходится. Можно было по единицам измерения посмотреть. Мы получили результат. Теперь надо написать слово «ответ». Здесь как минимум численный. Задача решена. Если ваша цель состоит в том, чтобы получить максимум баллов за задачу, ну, сейчас на 2019-2020 учебный год задача с развернутым ответом ЕГЭ оценивается тремя первичными баллами. Чтобы было три из трех, нужно обращать внимание на следующее. Если говорить про вычисления. Обязательно вы должны в пункте 3 показывать то, как получили результат. Без этого сразу указывать нельзя. Должен быть обязательно путь. Никакие черновики тут не помогут. Должна быть решена система уравнений или уравнений. М должно быть выражено. Теперь по поводу расчетов. В промежуточных результатах, если все выражается в системе единиц С, единицы измерения писать так, как писал я, не обязательно. И в авторских решениях ФИПИ, связанных с ЕГЭ, вы тоже увидите их отсутствие. Тем не менее, в конечном результате важно писать единицу измерения. Если вы ее здесь не укажете, то вы потеряете сразу же балл по критериям проверки. Нужно ли тут в системе С представлять? Учитывая, что вы здесь в С все выражали, то сначала надо в С все записать. А вот далее, если вы хотите это как-то причесать, вы можете поставить знак равно и написать там 0,8 грамма. То есть и в ответ 0,8 грамма. В С сначала результат первый привести стоит. Здесь единицы измерения обязательно. Здесь нет, если все в С. Что, если вдруг так выходит, что у вас есть здесь длина в сантиметрах, здесь длина в сантиметрах? Как бы сантиметры сокращать? Какой толк это переводить в С? Ну, оставляйте и там, и там сантиметры. Они просто сократятся. Но тогда вам придется уже здесь посадить ниц измерения. Если у вас здесь есть что-то выраженное не в системе С, то лучше указывать, чтобы просто проверяющий понимал, что еще происходит. Почему вы не переводили? А там тоже сократится. Понятно. Но это писать нужно. Ну, хорошо. Значит, далее по поводу самого решения. Вы обязаны писать наименование тех букв, которые вы используете, если их нет в списке констант, если их нет в условии задач, если они не являются общепринятыми. Такими, как, например, в кодификаторе, в специальном документе, где там весь список рекомендованных законов и формул. Есть ли у нас такие здесь? На самом деле, может быть, и есть. Мы там вводили всякое D, H, S и так далее. Но формально мы показали, что это на картинке. Это теперь стало понятно. Либо словами пишите, если без рисунка, что это такое. D, то насколько по горизонтали сместились. H, то насколько поднялись. Либо показывайте на картинке. Я выбираю второе, вам тоже советую. Другое дело, что если что-то здесь не отмечено, но оно здесь фигурирует и оно не общепринято, то тогда, наверное, надо все-таки написать, что это такое. Тут без маразма, конечно. Сильно увлекаться в писанина не стоит. Далее. Вы обязаны всегда указывать наименование всех физических законов и формул, которые вы используете. Желательно, это мое мнение, без аббревиатур. Они не всегда понятны. Поэтому я здесь писал полностью законы. Там закон сохранения энергии указывал. Можете сокращать, но лучше писать полностью. Их наличие будут проверять. Они обязательно должны быть. Все законы пишут. Далее. Все векторные величины на картинках должны все-таки быть стрелкой, со значком вектора. Если вы тут напишите просто там МЖ, ТФ, электрическое, могут не понять. Могут снять. То есть вот все векторные величины должны быть со значком вектора. Это принципиальный момент. Мы, кстати, по этой причине и здесь, соответственно, это все указывали. Да, это важно. Если вы используете второй закон Ньютон, то обязаны все-таки показать ускорение. Тут мы это не использовали, поэтому его не указывали. Его надо всегда рядышком рисовать, не от тела, а рядышком. Тоже указывать, соответственно, стрелку, направление. Ну, как-то так. В целом, нужно к такому оформлению... Да, долго получается. Это я понимаю. Надо привыкать. Надо привыкать. И нужно вот некоторый такой этот стиль к моменту, когда будет ЕГЭ вырабатывать. Понятно, что если говорить о том пути, который проходит одиннадцатиклассник. Он сначала готовится к середине года к Олимпиадам. В принципе, это все особенно неважно, все это оформление. Ну, как вот сезон Олимпиад кончился, там, апрель-май, вот за эти пару месяцев вам нужно будет все равно перестроиться. И вопреки тому, как, может быть, вы чем-то там жертвы на Олимпиадах, на ЕГЭ надо это будет все писать. Ну, кажется, что за два месяца, если что, можно перестроиться. Но, тем не менее, это не повод уже об этом знать и уже быть готовым к тому, а как нужно будет. Кто-то готовится сразу к ЕГЭ без Олимпиад. Это надо знать. Ну, вроде ничего не забыл. На этом этот видеоролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Мы будем и далее разбирать похожие задачи анализировать. Главное здесь всегда пытаться выстроить какую-то структуру, пообсуждать, поанализировать. Тогда все будет супер. На этом все. Заканчиваю коронными. Ботайте физику, верьте в себя и все у вас будет отлично. Подписывайся. Пока-пока.